Летающая парта Это название известно каждому пилоту С простого учебного самолета начинался путь в небо истребителя Александра Покрышкина и космонавта Юрия Гагарина Основным разработчиком легкомоторных машин в Советском Союзе долгие годы было конструкторское бюро Александра Яковлева После окончания Второй мировой войны реактивная авиация развивалась такими высокими темпами, что многие специалисты предсказывали самолетам с поршневыми двигателями скорый конец Шло время, но винтовые машины по-прежнему были востребованы военно-воздушными силами и гражданскими службами Главным разработчиком советских легкомоторных самолетов на протяжении многих лет являлась АКБ Яковлева Здесь проектировались поршневые учебно-тренировочные самолеты для подготовки курсантов в летных училищах И спортивные машины, на которых пилоты добивались побед на международных соревнованиях В АКБ Яковле, в том числе и в послевоенные годы, традиционно продолжалась тематика легких учебно-тренировочных самолетов Ну, в частности, один из таких массовых самолетов, это вот Як-18, который было довольно много сделано Который был в училищах и в ДОСАФе И даже один из первых летчиков, вернее, космонавтов Юрий Гагарин Первый полет сделал на самолете Як-18 И концепция, значит, до появления, так скажем, реактивных самолетов в училищах военных Она существовала, что первые полеты все летчики СССР проводили на поршневом самолете Як-18 стал одним из самых распространенных легкомоторных самолетов в мире Выпущенная в 1947 году машина имеет огромный летный ресурс И служит в некоторых аэроклубах по сегодняшний день Свои характерные конструктивные признаки Як-18 стал приобретать, начиная с учебного самолета УТ-2Л Кабину пилотов закрыли общим прозрачным фонарем Поставили капоты на двигатель в 115 лошадиных сил Изменили конструкцию шасси с хвостовым колесом С особой тщательностью предусмотрели меры, гарантирующие надежную устойчивость и управляемость Опытный образец Як-18 был построен всего за несколько месяцев И в начале мая 1946 года совершил первый полет Затем он успешно прошел заводские и государственные испытания И был принят на вооружение ВВС взамен УТ-2 и О-2 По сравнению с которыми Як-18 обладал значительно лучшими летными характеристиками Як-18 учебно-тренировочный спортивный самолет Длина 8 метров Размах крыльев 10,3 метра Максимальная взлетная масса 1120 килограммов Силовая установка двигатель М-16 мощностью 160 лошадиных сил Максимальная скорость 254 километра в час Практический потолок 4000 метров Практическая дальность 1050 километров Экипаж 2 человека До начала 60-х годов Як-18 оставался основной машиной в аэроклубах ДОСАА Самолет был прост в управлении и обслуживании Прочен, надежен и безотказен Его высокие летные данные позволили установить 9 мировых И 8 всесоюзных рекордов в классе легких самолетов Но слабые места у 18-го все-таки были И в первую очередь двигатель мощностью всего 160 лошадиных сил У него был небольшой ресурс и мотор очень быстро садился Терял мощность Дальнейшее развитие Як-а могло быть эффективным лишь при использовании другой силовой установки Ее создали через несколько лет И в 1957-м разработали учебно-спортивный Як-18А Внешне самолет этой модификации отличался тремя признаками Круглый капот для более мощного в 260 лошадиных сил мотора Новый воздушный винт изменяемого шага И другой киль Машина выпускалась крупными сериями в течение нескольких лет Учебно-тренировочный самолет Як-18 успешно эксплуатировался за рубежом В том числе в странах Западной Европы Наиболее многочисленным было представительство Яков во Франции Использовался самолет и в военных целях В 1952 году Як-18 поступил на вооружение ночных подразделений Военно-воздушных сил Корейской Народно-демократической Республики Совместно с ПО-2 Як применялся во время Корейской войны В качестве легкого ночного бомбардировщика Для ударов по нефтехранилищам и другим целям в ближнем тылу противника В 1966 году ВКБ Яковлева было принято решение О создании нового многоцелевого легкого самолета Разработку поручили специально созданной молодежной бригаде легкомоторной авиации Машина получила название Як-18Т Всего было выпущено несколько сот экземпляров Которые успешно эксплуатируются до настоящего времени Заложенный в конструкцию самолета запас прочности Оказался таким высоким, что несколько лет назад Серийный выпуск Як-18Т возобновился На базе него Арсан Сергеевич сделал целый ряд спортивных самолетов Як-18Т, ПМ, ПС Они по этап нашли сборные и наши спортсмены Пожалуй, лучшие в мире Они в сумме завоевали около 70 медалей Были неоднократные чемпионы мира Многократные Европы И в КБ всегда уделялось в этом спортивном направлении Довольно большое внимание В 70-е годы началось обновление самолетного парка авиаклубов ДОСААФ Вначале был выпущен одноместный Як-50 На этом самолете было установлено Несколько мировых рекордов скорости и скороподъемности Среди легкомоторных самолетов Як-50 стал самым экспортным Он поставлялся в Австралию, Великобританию, ГДР, Данию, Чехословакию, Польшу На базе спортивного Як-50 разработан двухместный учебно-тренировочный самолет Як-52 Поставка первых самолетов началась в 1979 году и продолжается до нынешних дней Як-52 в больших количествах поставляется за рубеж Свыше 400 машин по сей день эксплуатируются в США Около сотни в странах Западной Европы Возможности применения легкомоторных самолетов огромны Помимо учебных целей, они могут использоваться различными гражданскими службами А также пожарными и пограничниками Легкомоторная авиация во всем мире развивается высокими темпами Новые разработки в этой области позволяют ОКБ Яковлева с уверенностью смотреть в будущее Еще одной областью авиастроения, в которой ОКБ Яковлева добилась серьезных успехов Стало создание тяжелых десантных планеров Самым богатым опытом строительства и использования таких аппаратов Обладали немецкие специалисты В ходе Второй мировой войны они широко использовали планеры Советский Союз такого опыта не имел Немцы первыми применили десантные планеры в реальных боевых условиях 400 вооруженных бойцов 10 мая 1940 года высадились из 41 планера У бельгийского форта Эбен-Эмаэль и захватили его В мае 41-го уже на острове Крит немецкие командос выпрыгивали из дверей планеров Чтобы обеспечить посадку транспортных самолетов с тяжелым вооружением Несмотря на всеобщее увлечение планеризмом в 20-е и 30-е годы В Советском Союзе не было выработано четкой концепции применения планеров в боевых целях При этом в годы Великой Отечественной войны и особенно в послевоенный период Бурно развивались воздушно-десантные войска Встал вопрос о создании машины, способной брать на борт не только десантников со стрелковым оружием Но и артиллерийские системы с автомобильным транспортом На вооружении стояли маленькие планеры А7, конструкция Антонова, Цибина Но они не отвечали задачам, которые ставились перед ВДВ Поэтому был поставлен вопрос о строительстве такого мощного десантного планера для переброски войск И поручили нашему АКБ заняться этим вопросом Планер был спроектирован за короткий срок и в 1948 году построен После первых буксировок и летных оценок ЯК-14 был представлен на государственные испытания Планер совершил 30 полетов, во время которых в грузовой отсек загружали разнообразное вооружение и оборудование десантных войск В том числе пушки, гаубицы, противотанковое и зенитное орудие калибром от 37 до 122 мм Автомобильную технику и даже самоходную артиллерийскую установку АСУ-57 ЯК-14 отлично выполнил программу испытаний и был принят на вооружение Все расчетные габариты планера велись от автомобиля ГАЗ-51 Он должен был вмещаться в этот планер И всякие механизмы загрузки, перегрузки должны быть учтены при этих габаритах Они сделали планер с двухоконным, так сказать, вариантом Хвост планера поднимался вверх и нос планера поднимался вверх для быстрой загрузки и разгрузки Более 10 лет ЯК-14 несли службу ВДВ, являясь основным средством доставки тяжелого снаряжения Однако время не стоит на месте В середине 50-х годов советская авиапромышленность сделала огромный скачок в своем развитии На вооружение советской армии поступили транспортный самолет Ан-12 и транспортно-боевые вертолеты ЯК-24, Ми-4 и Ми-6 Они полностью удовлетворяли потребности воздушно-десантных войск Необходимость в тяжелых транспортно-десантных планерах отпала И в конце 50-х годов ЯК-14 сняли с вооружения ЯК-14 был последним советским десантным планером, принятым на вооружение На смену пришли транспортные самолеты и вертолеты Об этом вы узнаете в следующих фильмах «Оружие» Субтитры создавал DimaTorzok